Так, ребята, вчерашнее видео я скрыл по причинам, что там было очень много троллей, была лень вырезать на ютубе самом, я просто сделал нарезочку самого стрима, убрал лишнее, но в целом получилось неплохо. Я сделал доступ для спонсоров канала Дядюшки Розе, потому что на общий обзор нельзя такие стримы показывать, там очень много лишнего сказано. Давай два создадим, пофиг будет лежать, второе. Почему я не кручу фиольчик? Потому что она не тащится. Мы берем кольцо. И на пять... Что? 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 Мы будем крутить фиольчик. Вот это я понимаю контент. Кто победитель? Кто у нас победитель по жизни? А? Кто? А ну скажите, кто победитель по жизни? Это Дядюшка Розе. Что это хвосталка? Вот это, кстати, разделчик. И ребята делятся своими эмоциями. Заходите. Смотрите. Учитесь. Тут есть вот Гэтсби. Он вообще этот чувак. Я уже не знаю, сколько он фиолочки перекрутил. Просто невероятно. Ну то ладно, я потом почитаю. Всегда читаю Дискорд. Там в общий чат. Задавайте вопросы. В общем чате я на любой вопрос вам отвечу. Если буду знать. Ответ. Очень уютно. Хорошо. Не флудите. Не кидайте на алмазы. Потому что если кинете кого-то там на что-то, я вас на доску позора вывешу. Так, это предупреждение было. Для какой игры корейца ищу? Для Tron and Liberty, конечно. По-любому. Корейцы. Я вас обожаю. Вы лучшие. Привет. За сколько месяцев поднялся до 77? За 2 года. Ник поменять в игре можно на трансфере, когда перелетаешь сервера на сервер. Это тебе обойдется там, если полетел на сервер и вернулся назад. Если трансферы также будут по 600 алмазов, то 1200 алмазов будет стоить перелет. Туда-обратно, как бы. И это смена ника. Считай. Тут опасно. Тут опасно. Очень опасно. Тут очень опасно. И... Пойдет. Тоже пойдет. Чат такой токсичный в линейдже. Скажите мне, пожалуйста, почему он такой токсичный? Это комьюнити такое? Ну, по-любому из-за комьюнити. Это просто неимоверно. Та ты заебал, слышишь? Вот так вот. Видите, как надо крутить алхимку? Вы должны сосредотачиваться на первом слоте, и вам дают второй. Вот так надо крутить алхимку. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ах ты ж, Игорек. Слышь, Игорь, хватит меня троллить. А ну, Игорьки, не надо, пожалуйста. Я ж вижу, я ж вижу, что вы меня троллите и пытаетесь на грешный путь меня как бы направить, да? О, точно, я хотел еще топ-контент сегодня сделать. Вызвать всех РБ. Убью ли я их? Ну, на арене. Успею ли я их убить? Дадут они мне люлей? Или успею я их убить? Да. Сейчас будет вам топ-контент, я отвечаю, потому что у меня 63 есть, да? Пляха. Не, не хватает, ни хрена. Ни хрена не хватает, представьте. Ну, вот эти баночки, конечно, вкусные, да? 150. Вот это надо скупать. Подожди, это косарь? Это косарь! Я сюда не заглянул давненько. Синяя байда, да? Фрагмент души Бальбо. Это что такое? Кристаллы, знаки. Да, и вот это. Вот это, не, вот это, вот это, наверное, самое основное. Да все, хочется как бы. Хочется и колется. И как мне сказали, что вот у меня выходит, а кто-то он 20 алхимок делает, и ни хера у него что-то не падает. Я не знаю почему. Вот у меня выходит, а у него не выходит. Может быть, он как-то не так крутит. Может он что-то не то делает. Может, надо подумать, взвесить, сколько ты вкладываешь, сколько ты получаешь. Стоящая то вещь или нет. На данный момент алхимка очень-очень стала сложной в плане того, чтобы выкрутить что-то, то, что тебе принесет какой-то доход, да? Так, а ключики в каком разделе находятся? Ключики... Блях, а я до сих пор им на взводе, просто немоверно. Символ. Первый филл-символ. Так, где ключик, я не помню. Другое, наверное. Ключ единства. Так, мне надо на кожаного ублюдка, да, вот. Кожий песец, просто. Можно все в кожу одеть. 50 ключей. Так, ну шо? Сейчас будет топ-контент, просто. Будет нереальное ПВП. Розе против четырех рейд-боссов. Кто кому даст по лицу? Здорово, Розе. Как поиски корейца? Да ищу, ищу, вот, ищу. Он не находится. Каминук, это он станет будет, а? Кого первого? Давай каминук, он же самый жирный. Топ-контент, надо собрать в кучу всех бомжей. Бомжи, а ну в кучку все, давай. А, это катан вообще-то. Вот это замес, нереальный замес, просто. Надо эти еще юзнуть. Саишку, саишку надо юзнуть. Блядь, это он станет будет. Катан же он же за этот, он же конченый. Превращает камень или шоу? Ну, короче. Ребят, как вы думаете, я выиграю их? Как долго качать пятый клана? Да недельку где-то. Это просто замес века. Чертуба, хорош халтурить, иди по тычке вставай. Задолбал. Кореец, приди. Кореец, приди. Ты нам нужен. Тебе нуждается мир ММО РПГ. Все без лишней воды расскажу про ТЛ. Кореец, приди, пожалуйста. Тебя ждет народ Линейдж 2М. Ой, Трон Эн Либерти. Дай этому миру свет, лучик надежды. Кореец, приди. Что за кореец? Это обычный кореец, корейский из Кореи. С Южной Кореи. Нужен с Южной Кореи. Это не расизм, это не стёб. Просто нужен кореец с телефоном, ну, с номером телефона, чтобы он не создал аккаунт Трон Либерти, как-то там сделал, там курение выпускал вроде видео, там через какой-то код можно заходить будет. Он типа отвязывает свой телефон, он мне создает аккаунт, да, потом отвязывает свой телефон, и я там через какой-то пол, пол, чешок, короче, через какой-то код смогу потом заходить в игру. А, я ж могу со стана выходить, это, воп, и воп, вот это, конечно, круто, точно, я думал, нахер мне эта льдышка. Всем, кто буду смотреть дядюшку Розе, когда я буду рассказывать про Трон Эн Либерти, и буду восхищаться просто невероятным заходом солнца в этой невероятной игре, как Трон Эн Либерти. У Люрочки тоже привет передавая. Всех помню, это просто были лучшие полгода с вами, когда я с вами играл в Джастисах. Самый крутой TeamSpeak, из которых я был кланом, это, наверное, клан OG. О, Е-бой, один есть. Е-бой, Е-бой. Не, я буду ивенты выпускать, как и выпускал. Посмотрим, как трон Эн Либерти затянет. Может, это какая-то пустышка окажется, много обещающая, а на самом деле, там, поиграешь в нее. Там же ПВП такого не будет, как в этой игре. Они рассказывают, что ПВП будут только на боссах, в осадах, да, мир будет ПВЕ, а именно ПВП контент именно за какие-то там еще перевозка налогов будет еще интересненько навсегда в наших сердцах. Стримчанский, стримчанский. Ну, что, убил так-то? Что вам рассказать? Давайте, чтобы она не бегала, не прыгала, сейчас она развернется. Статы, характеристики. Офигенная фарм-машинка, пасиньки. Как вы мне дороги, слушайте. Во, тут никто бегать не будет. Офигенная фарм-машинка, просто великолепная, тянет поле брони на исти, конечно, с двумя кольцами. Если бы еще ПМЖ достать, было бы еще лучше. В шмот ловил я две защиты. Конечно, хочется собрать сборную солянки крутую, но это я так посчитал, ну, это десяточка, где-то восемь, может восемь, давайте посмотрим, да? Вот на данный момент сразу, чтобы, ну, в голове там, мы смотрим, 3800, штанишки мы проедем, ТРС, перчатки, 4К, уже 8К, да? Берем, округляем сумму, 8К, что-то охерена хотят. Сапоги посланника, были 3 косаря, 2750, уже 11К, да? Еще округляем, и шапка, и шапка ТРС, и шапка ТРС, 2700, короче, ну, 14К, мне надо, чтобы собрать, комплектик сборной солянки, там защита вся, какая фигня, ну, за донат бежу, тут должно стоять им же. Рунки первые, я даже их не точил, как втащил, год назад, в сентябре, так и остались. Вот я рассказывал за мотив Евы, да? Что отчаянный шилин, он намного профитнее, чем мотив Евы, который на хп, он вообще бесполезный для мага, я не понимаю почему, но по ощущениям, что я взял, у меня был мотив Евы 5 уровня, да? Восстанавливал хп 15%, что я его убрал, и разницы не почувствовал, да? Как стою в поле брони, мне хп не сносят, так и стою дальше, что с мотивом, с вот этим свиточком, мотив Евы, да? Он же мотив Евы, он называется. То волна Евы MP, а мотив Евы это хп. Короче, бессмысленный, бесполезный свиток для мага, я разницы не вижу, просто. Лучше, доп урон, доп урон, он больше даст, а давайте, если дешевые свиточки, и вот этот скилл, можно разогнать до 25%, а 25% это каждый, там, 2 секунды он будет проходить, хоть у нее, урон маленький, у этого, ну, свиточка, но он, очень крутой, он просто, невероятный. Ну, ничего страшного. Когда-то апнется, ПВП, ПВЕшный символ, конечно, вот этот бы символ бы достать, лучше бы я бы выкрутил. Но это тоже неплохое. Иди синька норм начинает падать. Башни слоновой кости, норм синька падает. Море споры, и споровые земли. Потом лес зеркал для мага, очень вкусненько. Потом забытые равнины. Равнины славы, вообще спорная локация, не знаю. Сколько там раньше стоял, то, блин, насыпет там 5 синяк, то, блин, день может просто не падать, нихрена. За вот эти локации, тут говно оно, говно, говно, ну, относительно можно стоять, но профит очень небольшой. Логово Антароса, очень хорошо падает синька. Крововые топи, не знаю, тоже ни о чем, да? Каньон Таннера не стоял. Вот этих двух нижних, и тоже не скажу, там мало, мало стоял, очень мало. Болото споры, и море споры. Ну, вроде говорят, хорошо синька падает. Шел третий месяц весны. Не могу сказать, что осень, потому что очень теплая осень. Невероятно теплая осень. Глобальное потепление, конечно, это плохо, но и хорошо. Привет, привет, спасибо, спасибо. Я тоже вас всех люблю, подписанчиков, которые ставят лайки, пишут комментарии, там, ну, позитивные, можно сказать, и, там, типа, дня там не получается, и говно не дает, ничего там, ну, Ну, пишите, конечно, комментарии, но не надо, но. Он негатив, он притягивается. То же самое, и когда алхимку, садитесь крутить, да, то садитесь чистой головой, там, если вы думаете, что дропнется первый слот, вам дропнется первый слот. Дуже неимоверно скрутный час живемо мы зараз в Украине. В смысле говори по-русски, мы же один народ, вы же говорите, в смысле, ты повинен меня розуміти, что я тебе говорю. Чому ты меня не розумеешь? Зачем мне кореец? Кореец мне нужен для того, чтобы зарегистрировать аккаунт Tron and Liberty для Project L. Совершенно верно. Синьки в сутки в поле брони очень плохо падает. Синька там, три синьки может падать. Брать башню дерзости первый этаж, то там может и до 15 синяк выпасть. Плюс был СЛС и всякие вкусняшки. А так, если брать там, к примеру, вот эту локацию, да, там пять синяк в день, да, это стабильненько. Найти можно будет. Ну да, это надо корейский, да, это корейский учить. И на стримы там заходить корейские. Луа шестой. Отвечаю тебе там, дропница вообще крутая синька. Вот я говорю, Глады это, наверное, топ фармеры, которые хавают мало расходочки. Они их любят в каждом пате, если у тебя изучены, конечно, танцы и карта и соответствующая. Без алмазов, да, я так понимаю. Летай на зарочи, в армии кусочки, пробуй крафтить. Сейчас я считаю каждый класс, там, не важно, танк, любой класс, если в него вложить хорошо, он будет тебе и фармить, и приносить удовольствие, я считаю. Это не как раньше. То, что при старте, там, у мага был чит, типа, зеленый скил, который наносит по пяти врагам урон, да, и за счет этого он был топ фармером в первое время. Блин, ну, белое свечение. Можно и рискнуть. Ну, супер. Это основное действие в игре, которое происходит, наверное, 80% игрового процесса, да? И третье бежа, давай попробуем. Вот это я понимаю, вот это, конечно, сегодня мне прет. Если мне алхимку крутить в кайф, если я ее изучил вдоль и поперек, для меня это просто казуальная игра, не напряжная. Подскажи, пожалуйста, если в Мазине на паке написано этап 1-2. 2, это не 2 пака, это 8 паков тебе надо скупить, чтобы получить второй этап. Ну, колы на ворот, как бы, она решает, но не очень. Лучше защиту закрывать. Защита, это все. Пве, наверное, защита, это все. Снижение в ПВП. Брать защиту и снижение, это два стата, которые, но самые важные, да, там, защита работает как у ворот, под тебя, типа, промахиваются, но могут попасть, да, а снижение работает, то есть снижение урона, но защита, я считаю, важнее в ПВЕ. А вот у ворот, там очень много надо у ворота тебе кинуть, ну, закинуть очень много у ворота, к примеру, там, в ближнем бою, да, там, ну, надо, я не знаю, там, 80 у ворота, да, к примеру, это очень дорого, лучше кидать, как бы, в защиту, но надо все закрывать, то, что, в совокупности, оно работает, ну, вместе, как бы, там, тот же у ворот, там, в ближнем, дальнем бою, как бы, он тоже срабатывает, и приносит свой импакт, там, по тени попадают, к примеру, да, из-за того же у ворота, тоже нельзя его отталкивать, отвергать, то, что, некоторые люди говорят, что, там, что лучше, да, мах урон, или, там, урон скиллами, и то, и то лучше, в совокупности, оно тебе даст буст, все вместе, но первое очередное, скиллы, конечно, кто лучше всех фармит, на мое усмотрение, я думаю, арбалет топ-1 по фарм, не оставляю, надежды, что, найду, на обзор, пику, хотя бы, 74 уровня, там, с одним филл скиллом, и там, половиной красных скиллов, пика, я жду тебя, я знаю, ты есть, как и корейский, чувак, вы есть, я знаю, пожалуйста, свяжитесь со мной, я буду вас ждать, я как, я легенда, вот он на этот, на пристань приходил, я, я последний, человек на земле, я каждый день, прихожу, в одно и то же время, буду вас ждать здесь, если вы меня слышите, пика, корейские ребята, ребят, я вас жду, Lineage 2 Mobile, и, на канале, дядюшки, разве, запечатлеть, ваше продвижение, в этой игре, вы должны прийти, к дядюшке, на обзор, особенно, пика, я жду, пику, мне самому интересно, как она фармит, после реворка, поузнавать, про все, поспрашивать, оно так, больше профитнее, отложится, в голове, жду вас, ребят, всем спасибо, кто приходил, и ставил лайки, еще раз говорю, мои подписчики, самые лучшие, я вас обожаю, ну, те, кто давно со мной, те, кто лайки ставит, комменты пишет, всем, до новых встреч, еще увидимся, с вами был, дядюшка, роза, хозяин, 종и, Продолжение следует...